друзья всем привет сегодня у нас очередное интервью очередной выпуск подкаста с моей ученицей ее зовут екатерина стоценко давайте познакомимся с нашими подписчиками расскажите чем вы занимаетесь я занимаюсь контролем качества в медицине налаживанием атмосферы в командах и могу помочь повысить эффективность работы любой клинике расскажите как вы вообще пришли в стоматологию почему решили заниматься контролем качества и так далее ну изначально я поступила в медицинский университет у меня нет врачей родителей но мне в школе очень нравился предмет биология и я решила что я обязательно поступлю медицинский институт я поступила еще в городе владивостоке там только открылся стоматологический университет и я туда поступила на третьем курсе я перевелась в москву и продолжила обучение здесь и здесь же проходила интернатуру и ординатуру порта дантии потом так сложились обстоятельства что я попала в клинику где мне очень нравилось работать там я в основном занималась работой с детьми но руководство мне все время давала шанс реализовать свои идеи и начинала я с того что из одного кабинета мы сделали целое детское отделение очень хорошо оснащенная с полным спектром оказания услуг детям последние пять лет я стала принимать активное участие в работе клиники и за счет того что клиника у нас достаточно большая это 12 томатологических кресел эта клиника с историей мы уже работаем 22 года на рынке у нас большой штат персонала то есть это больше 30 врачей конечно вопросы мотивации персонала контроля качества и поддерживание определенного достаточно высокого уровня сервиса обслуживания пациентов они всегда актуальны и последние несколько лет я занимаюсь именно этим принимаю активное участие меняю улучшаю налаживаю то есть вы получается детский врач-стоматолог изначально до начала да да и что происходит что вы еще решили управлять и заниматься которым качество ну на самом деле 10 лет назад когда я пришла в клинику мне уже тогда было мало просто кабинета мне всегда было интересно почему пациент приходит и остается как сделать так чтобы пациенту было комфортно неважно маленький это пациент или взрослый потому что на сегодняшний день как раз детьми иногда легче договориться чем взрослыми потому что страхи стоматологии они остаются и преследуют некоторых людей всю жизнь мне всегда давали возможность реализовывать разные проекты поэтому даже в детской стоматологии мне удалось сделать очень многое мы сделали очень хорошие кабинеты мы проводили очень много программ мы разработали мастер-классы которые направлены на то чтобы ребенку было комфортно чтобы он знал как устроен кабинет плюс потом трансформировали этот мастер-класс в такую а-ля профориентацию для подростков какое-то время я интересовалась программой колгит у них была большая программа масштабная на всю россию которая должна была изменить отношение к чистке зубов здесь мне всегда был интересен масштаб мне всегда было интересно развитие просто начинала я из детской стоматологии вот но на самом деле когда даже в рамках одного отделения тебе удается наладить очень многие процессы общение между людьми командный настрой вот это без бескомпромиссная передача пациента из рук администратора в руки координатора или доктора сразу это с каким настроем выходит пациент и как он возвращается это дало очень хорошее понимание как это может работать в принципе везде вот поэтому наверное если взять что мне дает детская стоматология потому что до сих пор остается у меня пару смен работы приема это наверное умение видеть в каждом взрослом немножко ребенка не боятся развиваться не боятся пробовать новое и не боятся ошибиться это все есть у детей они достаточно не приходит ну как они даст они открыты вот поэтому иногда с ними даже проще это определенный заряд позитива мой прием это определенный заряд позитива плюс еще здесь такой есть момент что на сегодняшний день я работала в одном месте почти десять лет и многие дети выросли на моих глазах ко мне приводят и второго и третьего ребенка и рекомендуют друзьям и вот эта преемственность и доверие и определенная дружеское даже отношение когда дети не понимают почему можно бояться стоматолога это очень подкупает и заряжает вот плюс если мы немножко этого будем касаться когда я заканчивала институт детская стоматология очень часто была недооцененной честно говоря на детских стоматологов учитель сошли часто те кто не поступали никуда больше в интернатуру или в ординатуру и шли уж просто куда-нибудь попробовать часто с детского приема уходили потому что дети плакали или человеку просто стрессоустойчивость давалось достаточно сложно вот но на сегодняшний момент детский прием это очень достаточно полный спектр оказания медицинских услуг там есть и гигиена и лечение и ортопедии и удаления и что самое важное это профилактика то как часто приходит пациент на самом деле если мы это возьмем и переложим на взрослого пациента ничего не поменяется если мы говорим о большой комплексной терапевтической работе либо если мы говорим о ортопедическом или ортодонтическом восстановлении гонотология нам очень важно чтобы пациент возвращался к нам чтоб он понимал ценность и дальнейший путь после того как лечение окончится вот и для того чтобы он конечно же нас рекомендовал своим друзьям родным чтобы вот этот вау эффект от того что происходило он сохранялся и чтобы был невероятный комфорт когда он приходит в клинику в общем понятно хорошо вернемся давайте к контролю качества да то есть сейчас у вас больше фокус на контроле качества в какой клинике вы работаете давайте мы назовем возможно я работаю в центре персональной стоматологии владимира новикова я работаю там 10 лет и изначально я работал там просто детским стоматологом но с ортодонтическим приемом потом меня сделали заведующий детским отделением три года назад меня сделали директором по контролю качества и я как раз начала очень сильно внедряться вопросы качества на абсолютно всех этапах лечения и даже не лечение а входа пациента в клинику и точно также путь пациента после лечения плюс на мне все были конфликтные ситуации до сих пор остаются вот и уже больше года я там вернее и уже больше года я главный врач часть функционала например по проверке карт на сегодняшний день уже не только под моим контролем но и все так выстроено что доктора в принципе соблюдает те регламенты которых мы проговорили то есть самое главное на самом деле контроль качества звучит всегда очень фундаментально очень противно и может быть даже напряжно абсолютно для всех как для докторов так и для руководителей но если процессы налажены если они понятны как одной так и другой стороне то все можно выстроить достаточно легко и гармонично поэтому да контроль качества с тех пор как вернее с того момента когда пациент позвонил в клинику и на всех этапах лечения и тогда когда ему наш на и тогда когда ему нужно к нам вернуться я думаю что многих зрителей заинтересуется как бы сама как бы формулировка вот этой должности директор по контролю качества то есть как это появилось то есть я не я не встречал таких званий вот расскажите то есть почему именно именно директор по контролю качества и что конкретно входит вот в его должностной функционал обязанность ну на самом деле конкретно по пункту хорошо на самом деле мы с вами понимаем что стоматология она не только про то что мы оказываем медицинскую услугу она очень много про то как мы эту услугу преподносим как мы преподносим ее ценность и какое качество услуги мы оказываем поэтому в определенный момент учитывая что у нас ну как бы целевая аудитория это вип-сегмент мы стали уделять очень много внимания именно контролю качества что сюда входит сюда входит вся входящая документация когда пациент только пришел сюда входит контроль наверное даже не так начинается все с контроля звонков когда пациенты звонят если они звонят из интернета если они звонят по рекомендации это все фиксируется и прослушиваются звонки далее пациент попадает в клинику в клинике нам нужно обязательно с вами проконтролировать документацию которая есть на каждого пациента его карта как бумажная карта так электронная это точно также можно наладить то есть есть входящий комплект документов и плюс заполнение электронных карт так 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 как сейчас это достаточно распространено можно облегчить для доктора потому что чаще всего мы сталкиваемся с тем что доктор не хочет на это тратить время либо считает очень рутинной работой это часто приводит к выгоранию это то что не вдохновляет докторов поэтому если мы с вами создадим определенные шаблоны объясним как и куда их можно вставлять что нам это дает потому что очень важно передача информации когда пациент приходит в клинику кроме того что он пришел и доктор написал какие-то первичные жалобы если это комплексный пациент если этот комп если пациент ушел и вернулся через полгода нам нужно создавать персональное для него сопровождение и та информация которую мы указываем в карте она полезна как для самого доктора так и например для специалиста которому этот пациент попадет после то есть в карте фиксируется все жалобы то есть чем пациент пришел обязательно диагноз должен совпадать с лечением которое мы провели лечение должно быть опять же соответствовать определенному регламенту и рекомендации мы в картах указываем информацию которая не всегда связана с лечением буквально начиная от того какой видеофильм или мультик смотрел пациент с кем он приходил на прием кто плательщик что он любит чем увлекается есть люди которые очень сильно заняты и их нельзя задерживать ни на секунду это принципиальный вопрос а есть люди с которыми наоборот нужно побольше уделить внимание их состоянию и поговорить о том с чем они к нам пришли с чем они уйдут вот это то что касается электронной карты далее точно также мы контролируем обратную связь от пациента на сегодняшний день мы используем несколько инструментов это забота 20 это loyal med то есть это различные рассылки опроса для пациентов где они могут поставить оценки где они могут оставить отзыв с отзывами конечно работают администраторы но не всегда пациент готов что-то сказать доктору либо администратору и вот тогда у него есть возможность мессенджеры уже безлико относительно дать какую-то обратную связь если это обратная связь даже нейтральная не говоря уже о том что негативная то здесь опять же молниеносно действую я потому что из моего опыта решения конфликтов самое главное в этом это первая скорость нужно как можно быстрее связаться с пациентом а второе из того что я рекомендую это звонок ни одно смс ни один ни одно стандартное какое-то заготовленное послание не решает конфликт когда человек услышит ваш голос когда он понимает что мы хотим ему помочь потому что чаще всего из моего опыта конфликты возникают в ситуациях когда не совпадает ожидание и реальность пациента либо в какой-то момент коммуникации с администратором с доктором может быть с кассиром в кассе происходит обрыв коммуникации именно какой-то вот дисконнект и гораздо легче все это нейтрализовать простым звонком когда люди видят человеческое отношение человеческую заботу внимание когда ты просто их выслушиваешь и говоришь о том что ты сделаешь все чтобы эту ситуацию решить и обязательно возвращаешься к ним с обратной связью это чаще всего даже самых требовательных и иногда негативных расстроенных пациентов делает пациентов вашими когда они больше никуда не уйдут потому что они увидели что кроме того что есть денежные отношения есть услуга или помощь медицинская которую мы оказали есть еще персональный подход это ценится это то чем любая клиника может привлекать сейчас ведь на самом деле на рынке открывается очень много клиник каждый день они есть практически в каждом здании в спальном районе до целевая аудитория разная но на сегодняшний день очень сложно конкурировать потому что пациенты стали умнее у них большой выбор они всегда могут найти в ну в интернете на сайте в наших соцсетях они могут найти очень много информации о команде почитать отзывы о врачах могут увидеть например оснащение клиники если мы говорим про сканирование микроскопы или работу увеличение и этим уже никого не удивишь должно быть что-то еще что зацепит пациента почему он выберет именно нас и очень часто это остается человеческим теплом заботой вниманием которые сложно иногда прописать в протоколах но если мы вернемся к вопросу контроля качества то точно также если возникают какие-то конфликтные ситуации то это будет просмотр видео чаще всего сейчас видеонаблюдение позволяет и хороший звук услышать вот и разбор всей документации к документации по каждому пациенту относятся также и ведение фото протокола фото протокол на самом деле это такая очень хорошая точка роста как для доктора так и для человека который контролирует работу доктора так и для пациента фото протокол можно использовать практически всегда я его использую на приеме практически ежедневно на каждом пациенте раньше мне казалось что это невозможно но на самом деле если есть доверие и контакт даже двухлетний ребенок да сделать фото протокол действительно по каждой специализации он может немножко отличаться но в целом можно показать доктором как может выглядеть это и самое главное чтобы это не вызывало сопротивление это может быть достаточно просто начать 6 8 фотографий портрет пациента внутри ротовые фотографии которым мы сможем возвращаться и при контроле и проверней даже мы сможем к этому возвращаться и при анализе первичной консультации и например если мы уже что-то сделали провели гигиену или любой этап лечения мы сможем провести контроль качество и это очень хорошо правда это очень хорошо помогает и при разговоре с пациентом потому что на мой взгляд не важно взрослая это стоматология или детская вот этот момент хотите я вам покажу там из-за плеча он уже не работает все хотят визуала все привыкли к красивой картинке везде в жизни поэтому первичная консультация например у первичного пациента она обязательно включают самопрезентацию доктора далее делается фотопротокол если это возможно мы сделаем кт для того чтобы иметь полное представление а дальше мы уже непосредственно будем обсуждать то что происходит в полости рта на сегодняшний день состояние здоровья родитель это будет или сам пациент мы сядем компьютеру откроем фотографии и все посмотрим и на них гораздо понятнее пациенту что именно нужно лечить где именно есть налет и если мы говорим например о реставрации либо ортопедическом восстановлении либо даже проведение изначально гигиены то те этапы например гигиена или консультация первичная это же этапа когда пациент может вас влюбиться по большому счету ему надо довериться если мы презентуем сразу большие планы работы ему будет сложней нужно чтобы возникло доверие и поэтому когда мы например окрашиваем налет показываем это визуально очень хорошо видно фотография до после пациент понимает он понимает ценность того что происходило сегодня на приеме точно также когда мы даем подробные там распечатанные рекомендации плюс например набор средств индивидуальные которые подбирает доктор конкретно под его ситуацию в полости рта это тоже очень хорошо дает понимание пациенту того что здесь сейчас о нем заботится вот если же мы на эту же картинку взглянем изнутри со стороны контроля качества и здесь на самом деле не так важно будет ли это отдельная должность директор по контролю качества либо это делает главный врач может быть есть заведующее отделение а может быть клиника небольшая на сегодняшний день это делает но я бы сказала специалист на которого идет весь первичный поток ему важно перераспределить пациента по другим специалистам но важно чтобы это перераспределение было гладким комфортным для пациента так вот если мы с возьмем фото протокол на нем очень хорошо обычно видно и качество работы то и результат до после это же можно использовать в дальнейшем для презентации коллегам потому что как часто бывает мы берем нового доктора даже если он эксперт в команду для того чтобы доктора начали доверять для того чтобы они начали направлять своих пациентов они должны увидеть работы и это тоже очень важно показать результат до и после как доктор работает что использует где у него горит глаз в чем он уже прям профи что он делает редко это тоже хорошо видно по фото протоколу для доктора это определенные точки роста потому что когда у нас есть увеличение не вся работа делается микроскоп то мы видим все мельчайшие шероховатости можем к чему-то вернуться можем что-то оставить на следующий визит а можем просто порадоваться тому что сегодня работа была очень красиво и мы сможем ее использовать своих же например соцсетях для развития личного бренда поэтому фото протокол это необходимость да это инструмент в контроле качества со стороны руководства но это очень мощный инструмент в работе доктора если же мы еще поговорим то есть для того чтобы анализировать например фото протокол у нас используется определенный фотоархив он должен быть тоже понятным на самом деле какой бы инструмент вы не вводили новые в работу на мой взгляд очень важно сделать так что было проще делать чем найти миллион причин почему не сделал вот поэтому если вы создаете папку в общих документах например там есть алфавитный указатель привязки пациента фамилии и далее у вас есть четкая градация по дате визита то вы очень легко сделаете выборку как по пациенту потому что у него есть отдельная папка так и по доктору например если вы хотите сделать анализ за неделю его работ и фото протоколов либо за месяц либо может быть там определенные так или иначе то есть вот я например пишу дату свою фамилию в этой папке пациента а дальше пишу что я делала номера зубов тоже очень легко и для контроля качества и для обратной связи пациенту это очень наглядно это просто то есть если даже доктора потом нет на приеме пациент позвонил через месяц через два администратору администратор очень быстро поднимет информацию что делал доктор какие-то зубы что проводилось то есть это очень быстрая обратная связь мы вообще живем сейчас такое время когда время это самый бесценный и невосполнимый ресурс поэтому чем быстрее мы реагируем на любую просьбу нашего пациента тем выше уровень нашего обслуживания нашей помощи вот контролю качества также будет относиться к т неважно как его делают я знаю что во многих клиниках делают просто снимки и доктора их смотрят есть когда используют программу диагнокат она очень удобная когда есть расшифровка и вы можете дать пациенту обратную связь на почту зонами внимания которые выделит сама программа единственное я бы рекомендовала чтобы доктора все-таки перед этим просматривали эту программу чтобы совпадал например план лечения это что выведет искусственный интеллект ошибок мало но тем не менее лучше двойной контроль в этом плане вот точно так же бывает что в команде есть рентгенолог тогда это может быть заключение это более полная картина и бывает что рентгенолог делает нарезку именно по зонам внимания эти кт нарезка с кт тоже хранится в папке пациентов это тоже очень удобно вот и сюда же будет относиться сканирование так как на сегодняшний день стоматология развивается очень быстро вся ортопедическая стоматология на сегодняшний день да очень много ортодонтии уходит в цифру иногда терапия если мы говорим про непрямые реставрации вот детская стоматология до ночь пока чуть меньше вот поэтому это тоже хранится все в папке пациента это дает ощущение порядка ощущение понимания того где зона ответственности каждого сотрудника и до в кабинете можно например договориться кто и за какой этап отвечает где это будет больше доктора обязанность а где он что-то готов делегировать например ассистенту но в целом если мы возьмем продукт на выходе как нашу услугу то этот порядок дает ощущение высокого уровня сервиса оказания медицинской помощи там где нужен контроль вот что еще контролирую я я контролирую всю обратную связь от пациентов хорошая она средняя средняя не люблю или прям плохая это тоже все сразу поступает ко мне здесь опять же я стараюсь разобраться не бывает такого что всегда прям виноват только доктор или кто-то да то есть я собираю ту информацию внутреннюю которую я могу в клинике собрать после этого я обязательно просматриваю несколько последних визитов хотя бы там за год за полгода пациента как заполнены карты в этот момент уже очень много информации появляется дальше у нас в клинике есть координаторы которые сопровождают пациентов я чаще всего связываюсь с координатором пациента и прошу обратную связь как прошел этот прием ну грубо говоря со стороны его глазами координатора обязательно получу обратную связь от доктора были ли какие-то шероховатости потому что иногда так бывает что на приеме пациент не подает виду он делает вид что все было понятно что все было хорошо но вот потом вылазит обязательно что-нибудь что на самом деле его тревожило что не соответствовало тому как он думал с этим надо разбираться поэтому я собираю всю внутреннюю информацию для того чтобы быть готовой ответить на любой вопрос пациента и обязательно звоню чаще всего но я бы сказала 99 процентов конфликтов на этом истекает то есть либо мы договариваемся о личной встрече и может быть нужно дополнительная какая-то информация иногда бывает так что пациент очень хочет сменить доктора почему нет иногда так личная симпатия для пациента тоже может быть важно а иногда пациенты дают очень хорошую обратную связь которая не связана с медициной вообще но которая знаете как мы на сегодняшний день все немножко дегустаторы качества куда бы мы ни приходили мы уже привыкли особенно это в москве мы везде стараемся что-то улучшить все мелкие какие-то нюансы шероховатости мы сразу видим чувствуем потому что мы привыкли уже к хорошему мы все время сравниваем где и как нас встретит какой кофе предложат как его преподнесут что будет кофе да то есть это прям такие мелкие нюансы как уста там как устроена уборная комната как встретит непосредственно сам доктор или ассистент то есть куча куча нюансов и иногда пациенты учитывая что у них большой опыт они подсвечивают те зоны на каток но такие слепые пятна я бы сказала где реально есть . роста и ты благодаришь за это и ты идешь туда и это исправляешь так тоже бывает то есть у вас прям очень много работы то есть вы работаете и врачом получается в клинике да и контролирует еще и правильно да это все все на вас вы как-то вот вы работаете в клинике да но вы можете как-то проконсультировать например другие клиники номера у которых есть вот такой запрос по улучшению качества да конечно да конечно на самом деле здесь может здесь нужно очень четко понимать что когда происходит такой рост из доктора в управленца у этого есть ряд плюсов и они достаточно большие но есть и ряд не минусов но нюансов которые надо обязательно учитывать на самом деле когда ты становишься руководителем ты выходишь за пределы своего кабинета ты понимаешь что на этом работа не заканчивается и ответственность не заканчивается как только ты становишься ответственным за других докторов это касается и графика работы условия работы или мы говорим о какой-то например конфликтной ситуации на самом деле твоя зона внимания она постоянно расширяется и нет границ и пределы совершенства наверное меня сейчас все хорошо поймут потому что стоматологи они вообще редко останавливаются в своем развитии они все время пытаются пылесосить какие-нибудь важные курсы увидеть кто еще что-нибудь интересное рассказывает вдруг вот именно там расскажут какой-нибудь секрет который по-другому ты будешь работать завтрашнего дня у руководителя ответственности еще больше потому что кроме того что ты хочешь постоянно развиваться учиться но здесь еще очень сильная ответственность за фильтр того что ты делаешь потому что на какую учебу бы ты не съездил тебе надо понять насколько это выживет в твоей клинике насколько это будет правильно полезно экологично и полезно для и для твоего коллектива и вот здесь очень сложно но можно найти баланс конечно любому стоматологу который собирается заниматься управлением нужно понимать что количество смен придется сократить невозможно быть на приеме и в этот момент контролировать качество всего вокруг конечно нет поэтому на сегодняшний день у меня осталось всего две рабочих смены и одна из них выходной для детей это очень хорошо для управления и контроля качеством еще лучше потому что выходные реже происходят разные ситуации на сегодняшний день если мы говорим о том обыте который у меня накоплен в чем плюс основной я не просто научилась управлять клиникой и знаю как у меня есть видение того как это всегда выглядит глазами доктора когда руководитель приехал с какой-нибудь учебы и говорит а теперь мы будем жить по-новому и все те блоки которые и вопросы которые возникают у докторов они мне понятны но на сегодняшний день опыт помогает увидеть это глазами управленца ценность каких-то изменений но более бережно комфортно внести это в работу докторов на мой взгляд это основная ценность плюс очень часто открывая клинику люди не сразу идут в масштаб иногда это клинике на два-три кресла не всегда в этот момент есть бюджеты на отдельного например директора по контролю качества или сразу назначить заведующих отделением отделениях еще нет или сразу понять для чего нужен главный врач и вот в такие моменты также как некоторые вопросы мы отдаем на усмотрение эксперта вот в таких моментах могу помочь я потому что у меня есть очень четкое понимание структуры организации процесса контроля качества как сделать так чтобы фото протоколы делали все доктора как сделать так чтобы доктора понимали почему очень важно работать по регламенту и шаблонам чтобы при смене доктора от одного например доктора к другому ушел пациент чтобы у пациента не возникало вопросов а почему сегодня все по-другому на самом деле те правила про которые мы говорим они же отражаются на всем они отражаются даже на количестве закупки материалов потому что если есть определенное понимание как работать по алгоритму то нам не нужно не знаю 20 видов слепочных масс или 15 видов бондинговых систем то есть должна быть определенная ценность как для руководителя так и для сотрудника будет это доктор или ассистент вот у меня есть очень хороший опыт как это можно наладить без шероховатостей как это можно внедрить в работу легко и гармонично и этим я могу помочь да могу но вот у меня вопрос вот допустим вот у меня там клиника на 23 кресла ну как бы у меня в штате все как бы ну и весь персонал как бы который есть во всех клиниках то есть без там без не медицинских вот скажем так без без back-office да да то есть я только стартую только начиная вот как мне понять что то есть в какой момент мне нужно как-то подумать о том чтобы взять например человек который будет контролировать качество или это должен делать я находить как на на это время или лучше отдельный человек сколько это как бы может стоить мне например если это вы например то как можно с вами взаимодействует то есть вы приезжаете вы смотрите или это онлайн какая-то история то есть сколько времени вот типа ваша назовем и так типа консультация да или как сопровождение или сопровождение то есть как вот именно происходит взаимодействие с вами и в какой момент стоматологическим клиникам нужно задуматься о том что чтобы контролировать качество нужен отдельный какой-то человек или лучше чтобы это как бы или я сам это должен делать как главный врач клиники то есть как вот вот давайте поговорим про это взаимодействие ну с каком масштаба мне нужно несколько вопросов сейчас постараюсь на них ответить значит мое сотрудничество с любой клиникой будет персональным индивидуальным мне нужно будет понять запрос мне нужно будет посмотреть то есть это не онлайн онлайн я и так планирую делиться очень большим количеством информации которую абсолютно каждый человек сможет в прямом доступе найти посмотреть и может быть и что-то из этого сразу взять в работу если мы говорим о сопровождении клинике я это вижу как работу как это возможен разовый приезд на один или два дня если мы говорим не про москву до с какой-то обратной связью через месяц может быть через две недели как мы договоримся если это опять же не москва если мы говорим про москву московскую московскую область либо мы говорим ну на самом деле возможен и выезд просто пока у меня опыт вот такого не было то это может быть сопровождение определенное сопровождение несколько месяцев понятное дело что я не буду присутствовать в клинике нон-стоп вот смотрите если мы вернемся к вопросу если эта клиника еще небольшая два-три кресла чаще всего такие клиники организуют спит сильный специалист специалист-эксперт он в определенный момент понимает что к нему идет уже стабильный поток пациентов работает сарафанное радио у него чаще всего есть два-три коллеги которых он хочет пригласить потому что он уверен слаженной работе и так возникает клиника что чаще всего происходит какие надломы в этот момент могут быть первое это то что пациенты не готовы будут от него уходить к другим специалистам с такой же например смежной специализации первое второе это то что клиника открыта оборудование купили команда есть пациенты тоже идут но например не так быстро мы приходим к тем финансовым показателям которые хотели или ожидали вот здесь может понадобиться помощь как это может выглядеть то есть из того что мы сейчас проговорили мы проговорили про критерии именно оценки качества для того чтобы клиника существовала нам нужно как можно меньше каких-то конфликтных или непонятных ситуаций и нам нужно как можно больше довольных пациентов все о чем я сейчас говорю да есть юридическая сторона вопроса мы сейчас ее практически не касаемся она более формальная более сухая и она обычно никого не вдохновляет но в этот же момент мы можем с вами говорить и думать о том что мы закладываем в работу команды потому что часто людям легко идти за целями которые очевидны понятны и очень важная миссия руководителя неважно сколько кресел в клинике это задавать направление развития вот то что мы сейчас с вами обсуждали определенные регламенты определенное заполнение карт определенное ведение консультации первичной работы по определенным регламентам шаблоном ведение фото протокола рекомендации это определенный уровень это командный настрой потому что то как передается пациент от одного доктора к другому пока нет например координаторов которые да там мониторят визиты смотрят за информацией могут докторов соединить там в чате в телеграме или ватсапе очень важно именно качество оказываемой услуги первое второе когда мы берем в команду докторов нам важно видеть их эффективность и вот здесь без сложных экселевских таблиц графиков каких-то масштабных учеб на самом деле можно выбрать у каждого доктора три-четыре параметра по которым мы можем замерять их эффективность ну я бы рекомендовала это делать ежемесячно хотите можем делать чуть реже но там будет очень четко видно как развивается сам специалист как он работает в команде если направление к другим специалистам какая стоимость среднее часа какая загрузка сколько смену доктора то есть нам это с вами помогает выработать такую маршрутную карту развития клиники потому что да вы ее открыли но как ее завести чтобы она поехала чтобы она работала на тех показателях финансовых которых вы хотели потому что чаще всего есть такой капкан знаете ловушка иногда ты думаешь что ты станешь управляющим в чужой клинике своей клинике и твой финансовый поток вернее вот так ты станешь управляющим в своей клинике или в чужой и твой финансовый поток просто сразу станет каким-то безграничным и нескончаемым но так не работает чаще всего когда люди открывают клинику когда это также как с любыми другими ожиданиями они сталкиваются с вопросом ну вот с чем чаще всего обращаются ко мне дефицит кадров а причем абсолютно вот на любом этапе это будет касаться администратора даже если еще не говорим о масштабе координаторов это будет касаться иногда докторов это практически всегда касается ассистентов то есть как собрать эту команду как их объединить как сплотить как сделать так чтобы они работали как единая слаженная система организм плюс чаще всего если мы с вами возьмем именно тот вопрос с чего мы начали 2-3 кресла это да на самом деле даже когда кресел больше чаще всего клиника сам процесс это всегда отражение того человека который ее создал практически всегда куда бы вы ни пришли общаясь с руководителем вы поймете на что он делает акцент визуал хай-тек технологии может быть и соцсети а может быть наоборот это закрытая клиника как там частный клуб это все будет сразу видно но когда мы берем людей в команду и хотим чтобы они вот этими ценностями пропитались на это тоже нужно время у меня за достаточно большой опыт работы есть простые инструменты как можно мотивировать доктора как объяснять ему важность и ведение фотопротокола и ведение соцсетей как экологично работать с командой в целом плюс еще мы сейчас не говорим но очень важный вопрос например выгорание докторов или мотивация их работать более эффективно здесь очень важны будут индивидуальные встречи пока например в клинике не очень большой коллектив это хорошо и быстро можно наладить наладить именно как норму для того чтобы люди просто в этому в этой структуре уже работали взаимодействовали между собой слаженно и эффективно если мы говорим о том что например бывает такое что клиники резко растут и мы открываем либо еще один филиал либо мы дополняем площади открываем еще одни кресла и здесь тоже очень важно когда вот эта команда из такой большой дружной но можно сказать семьи ей надо вырасти и переформатироваться но не потерять слаженность в работе это тоже очень деликатная зона которая требует сопровождения до не всегда до недолгого но сопровождение вот вы коснулись вопроса там про повышение эффективности про мотивацию про выгорание таки чуть чуть более конкретно раскроем этот вопрос как повышать эффективность врачей ну на самом деле здесь можно действовать разными методиками из всего моего богатого опыта часто мы говорим о том что кроме финансовой мотивации часто есть внутренняя мотивация человека она бывает разной в зависимости от типажа человека об этом можно вообще отдельно сесть и разговаривать то есть это могут быть разные методики есть типирование профайлинг где прям разбирается как и в каких ситуациях действует человек да есть различные управленческие методики но если мы будем разговаривать именно о простых понятных инструментов то чаще всего это будут индивидуальные беседы с доктором я могу вам сказать что вот такой момент есть очень важный у стоматологов точно не знаю пока у всех ли докторов но стоматологов точно нам очень важно видеть свою ценность ценность для того места куда мы приходим работать у нас есть определенная ну я не очень люблю слово профдеформация но когда мы с вами работаем стоматологи мы часто видим быстрый результат своей работы да то есть что-то было мы полечили либо мы напитываемся с вами обратной связью от пациента то эмоции вау эффектом который он увидел после лечения либо он преодолел страх либо ему стало очень удобно либо это очень крутой эстетический эффект и нас это напитывает и вдохновляет но если мы с вами поговорим про именно длительный этап цикл жизни да то есть если доктор только начинает свою карьеру и у него например старше работы ну может быть около пяти лет может быть чуть меньше может быть чуть больше то там я бы говорила о том что чаще всего молодые доктора они так заряжены очень сильно всему учиться здесь нужно больше работать и делать акцент на том чтобы не появился такой синдром супермена что я уже все знаю умею потому что когда проходится несколько учеб даже у не именитых лекторов и получается мануально правда круто то есть ты это видишь на фотографиях и пациенты уходят довольные но есть нюансы которые приходят все-таки с опытом когда ты чувствуешь больше пациента когда ты больше видишь ситуацию в целом по его здоровью не только в полости рта и когда ты можешь отследить именно путь пациента построить с ним долгосрочные отношения то что важно и для доктора и для клиники в целом для молодых специалистов я бы говорила о том что если их нам нужно мотивировать с вами то есть конечно им нужно задавать вектор развития во что именно им больше углубляться какие зоны внимания и роста у них есть в той или иной специализации вот и есть такой момент что практически в любой клинике есть всегда такое может быть не заявленное но наставничество то есть если коллектив дружный если атмосфера теплая то даже присутствие на приемах у более зрелых сформированных специалистов этот очень это тоже очень крутой опыт того как ты можешь вести пациента плюс если мы говорим например что более опытный специалист передает своих пациентов то в этот момент находиться на приеме вообще очень важно чтобы это было не просто имя и фамилия доктора а это был именно личный контакт когда практически из рук в руки передали или пересадили в кресло пациента вот если мы говорим про мотивацию уже докторов которые давно работают и есть например усталость то я бы рекомендовала личные встречи которые позволяют найти вот эту вот боль от чего она иногда доктору бывает такое что надо просто отдохнуть сделать паузу так бывает соскучиться по работе иногда бывает что есть какие-то нюансы в работе вот знаете мы же все немножко перфекционисты а иногда не немножко и даже там не слаженная работа ассистента нового поставили она уже может у доктора вызывать прям выгорание то есть очень важно чтобы была слаженная работа ассистент доктор ну то есть я бы концентрировалась именно на этом на том что доктора нужно разговорить послушать понять как его работу можно облегчить и улучшить и уже после этого я бы говорила о цифрах потому что доктора так устроены на самом деле нас графики диаграммы целевские таблицы они нас пугают они нам непонятны и в определенный момент мы как эта рыбка дори перестаем это видеть это слепое пятно какое-то но если мы с вами поговорим про какие-то нюансы когда страдает качество да а как мы поймем что там доктора надо мотивировать что-то явно просела либо средний чек и те услуги которые он выставляет либо может быть спектр тех услуг с которыми он работает надо давно уже расширить или повысить по качеству либо например у нас с вами пошли какие-то рекламации либо конфликтные ситуации от пациентов негативная даже связь надо это как-то дипломатично доктору преподнести и кроме того что это буду говорить я или вы в своем коллективе цифры часто отрезвляют особенно когда они понятны доктору то есть сколько он сдает например за час сколько стоит час его работы это очень понятная цифра для доктора сколько у него загрузка в его сменах тоже очень понятная если там маленькая цифра это будет очень больно доктору если загрузка хорошая то вы это тоже потому как он придет и сядет в кресло вы тоже поймете что в принципе у доктора все хорошо точно так же как если мы с вами возьмем цифру сколько было первичных консультаций сколько пациентов осталось тоже важная цифра даже для доктора потому что он может быть просто супер специалистом в плане медицины но soft skills подвели и просто так сказать об этом доктору не всегда комфортно а цифры они не обманут и они покажут зону роста если мы это будем фиксировать именно как например один-два показателя в месяц доктор сам выберет где он хочет вырасти и мы с ним вместе подберем инструменты как мы ему поможем то есть это не должно быть так что мы просто поставили ему задачу особенно в цифрах это прям демотивирует всех абсолютно на мой взгляд но если мы дадим инструменты покажем как и еще и у него начнет получаться то и это будет точно также видно в цифрах либо его загрузки либо сколько пациентов осталось после первичной консультации либо в его зарплате потому что он стал выставлять другие услуги или либо другой чек у него формируется до это всегда дополняет и мотивирует не только доктора но и в целом команду потому что мы же с вами не обсуждаем ситуацию когда доктор на аренде то как работает один специалист всегда имеет отражение того как работает команда а команда это клиника точно так же как от того как доктор будет позиционировать себя то как он себя будет чувствовать до читая например вернее показывая свою клиническую ситуацию какую-то до после координатором либо администратором и коллегам на каком-то общем собрании то какие восхищенные от него например уходят пациенты это же точно также будет мотивировать дополнительно и администратором записывать к нему пациентам коллегам направлять к нему пациентам то есть здесь это определенная мозаика в ней абсолютно каждый пазл важен и перемещение и улучшение каждой из этой ячейки она всегда приводит к общему результат к улучшению общего результата например как у владельца клиники например есть но вполне обоснованный страх допустим есть клиника в целом все работает все в целом довольно неплохо но я вот посмотрел это видео думаю вот я хочу и екатерина пригласить в гости чтобы она здесь все посмотрела оценила как такой стоматологический посеред сейчас получай ревизора да как стоматологический ревизор вот то есть что можно улучшить но мне страх как у владельца клиники что это может очень сильно напугать врачей которыми работают то есть они привыкли работать вот в каком-то своем темпе со своими там показателями как которые в основном никак не оцифрованы да то есть просто но пациенты есть пациенты приходят да то есть ну будем объективно да как бы ну мало кто прям вот масштабно думает о том как мы все равно что на вот именно но переводит это все на цифры то есть ну как бы пациенты есть есть да вот там мало кто берет он ну прям коэффициенты эффективности и не отценивать свою работу в целом обратная связь это ну типа все нормально все нормально вот то есть если мы говорим особенно про маленькую клинику где нет сотрудников которые бы занимались вот тем самым почес контролем которого которого говорите то есть это все вот так вот просто ну типа на пальцах скажем тогда идут приходите вы говорите вот по все оцифровываете вы показываете это все врачу до что он там в час как бы очень мало там сдает но грубо говоря да что то еще не так процент доставаемости не такой пациентов как врач себе мог предполагать и это сильно же может много где мотивировать сотрудников в целом и вот у владельца клиники например и есть такой страх вполне логично и обоснованный что вы придете сейчас скажете что она здесь 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 все плохо будем жить теперь по-другому да а врачи не хотят этого да то есть условно как бы все же было нормально для чего пришли сказали что все у нас тут плохо то есть как вот вы закрывать вот это возражение что владельца клиники но как-то есть определенное опасение что вы можете немного ну на самом деле ухудшить настроение в коллективе на самом деле здесь же нужно понимать что например моя работа и помощь я ее как раз вижу как определенное улучшение и развитие команды но ни в коем случае не через разрушение или не через демотивацию коллектива здесь очень важно чтобы коллектив понимал те проблемы над которыми мы будем работать и почему над ними важно работать если же мы говорим о том что у нас первая встреча с непосредственно с руководителем то мы всегда будем исходить из точки а и из точки б куда на очередь в клинике у руководителя они немножко другие чем у врача абсолютно верно но это стоит с чего мы сегодня начали понимаете я была и в кабинете и до сих пор нахожусь в качестве врача и я понимаю какое сопротивление у меня вызывает на выведение потому что это рушит понятный безопасный алгоритм моей жизни в клинике как я привыкла вот этот ассистент вот так я разговариваю с пациентом я например не делаю фотопротокол и я пишу карты просто там что пациент был да окей но здесь очень важно донести до доктора мягко и этапами что будет меняться и почему здесь самое главное чтобы это не было безапелляционно на мой взгляд вообще в любой коллектив это касается не только медицины очень важно самим коллективом пообщаться и понять насколько они чувствуют например боль управленца потому что то о чем вы говорите этот разрыв да у нас есть такая как бы немножко разница мышление управленец он думает стратегически изо всех и несет очень большие риски и все время чувствуют на себе эту ответственность за слаженность всего организма в целом он всем должен он все контролирует своим вниманием заботой он всех обеспечивает всем часто бывает проблема такая что доктора относятся к тому что пациенты есть и так нормально и здесь просто важно подсвечивать как может быть по-другому на самом деле когда мы с вами говорим про мотивацию доктора либо другого любого другого сотрудника в клинике здесь же нужно понимать что в личной беседе например да если мы сейчас попробую объяснить комплексно если вы мы собрали команду которая в целом нас устраивало то есть мы брали каждого сотрудника который подходил на эту должность все какое-то время работала на тех оборотах которым мы привыкли на наших например оборотах на моем пациенты потоки но дальше как любая развивающаяся система нам нужно меняться и основной момент что чаще всего тех людей которые прям встанут на дыбы и скажут мы меняться не хотим их не так много но врачам сложно но вот очень большой будет помогать что у вас что вы сами да врачом и вы ну вы понимаете о чем я говорю потому что я ставлю себе на позицию врача то есть приходят какие-то управляющие директора смм щеки короче все не медицинский персонал да которые никогда не работали в медицине никогда не работали с пациентами и они смотрят на стоматологии как на бизнес это очень большая проблема потому что все-таки в медицине на первом месте ну как бы понятно что стоит сначала медицина потом уже все остальное вот и когда ты врач ты фокусируешься на пациенте на качестве лечения к тебе приходят люди которые как бы заточена на бизнес мышления они говорят тебе так вот там у тебе допустим есть какое-то время на прием пациента в это время тебе еще нужно там сделать это это оцифровать это записать это там сделать сделать фото протокол потом сделать фото для для там для какого-то инстаграма запрещенного в рф да что-то еще здесь собрать отзыв здесь здесь то здесь то то есть ведь очень много специалистов которые не не готовы ну они там прошли какое-то обучение по бизнесу и никакого не адаптировали на сферу медицины ну вот смотрите и теряется ключевое что мы работаем с пациентами вот здесь очень классно что вы являетесь врачом и вы примерно понимаете я могу например вот из того что даже мы сейчас например обсуждали введение фото протокола доктор никогда его не вы это понятно пример это я понимаю когда не вел не для всех это понятно но если мы говорим о том что на сегодняшний день фото протокол на одном или двух докторах мы показываем как это позволяет увеличить средний чек любого доктора доктору здесь больше про качество наверное вот то есть что можно пациенту показать что пациенту визуал то есть это безопасность и защита врача что работа сделана как бы хорошо то есть как бы тема финансов но это такая очень скользкая тема когда мы говорим про медицину и не всех это будет мотивировать не всех будет мотивировать для меня например действительно фото протокол это качество плюс бывают такие ситуации когда вы например сделали пациенту реставрацию он через там три недели звонит и говорит ваша пломба выпала бывает такое здесь ты открыл фото протокол у тебя во первых сфотографировано на каких зубах ты работал и часто это вообще не те зубы у тебя хорошо заполнена карта да юридически ты полностью как бы защищен для доктора это тоже важно конечно вот и плюс у нас есть например рекомендации которые мы дали пациенту поэтому мы знаем что со своей стороны мы абсолютно все критерии выполнили если мы говорим про то как можно мотивировать докторов на самом деле практически всегда любой доктор хочет быть лучше чем сегодня он хочет быть завтра они мне еще в том числе экспертности поэтому окей если мы говорим о том что как ввести внедрить фото протокол если доктору в кабинет поставить например фотоаппарат уже со всеми настройками уже не есть плюс рядом например вы делаете лист а4 на котором написано в какую папку переместить фотографии с флешки алгоритм четкий как ее назвать эту папку и следующую папку то как доктор скинет свои фотографии и плюс еще может быть с ним уже рядом есть ассистент который знает как это делать доктору будет легче это сделать легче чем не сделать то есть у него вот одна маршрутная карта да у него рядом фотоаппарат плюс еще если мы говорим о том что например доктор вообще этого никогда не делал он может попробовать там на ком-то из своих вот либо у него точно также есть например человек которому он может честно прийти и сказать что-то не получается это тоже очень важный аспект который мы сегодня меньше затрагиваем это то когда ну это слишком будет идеально звучать если я скажу что человек не боится говорить о своих ошибках потому что это всегда очень как раз скользко вот но тем не менее когда мы даем какой-то переходный этап для любого нововведения каким бы эффективным она нам не казалось нужно давать определенный срок перехода тогда это будет легче восприниматься командой и еще есть один как бы момент что очень важно говорить о том чтобы это запускалась не директивно потому что меня вот сегодня я пришла тут эксперты сказала всей команде что мы будем работать по-новому или сам учредитель говорит вы знаете вот мы работали а теперь вот все поменяем это важно именно в обсуждениях самой командой выявить эти проблемы и направить команду на то чтобы решение приняли именно сами они то есть вот у нас в этот месяц и например там было несколько ситуаций когда пациенты не понимали почему там пломба столько стоит как думаете чтобы могло в этом помочь да наверное фото протокол да или вот была скан там конфликтная ситуация где пациент был уверен что там мы работали вообще на другом сегменте помог бы фото протокол да давайте насчет карт поговорим окей вот эти вот карты если мы с вами сделаем сейчас шаблоны да это займет небольшое количество времени но потом на своем приеме вы просто будете вставлять шаблон это две секунды и менять только номера зубов и дополнительную информацию конкретно по этому пациенту вам будет удобней вы будете защищены как доктор правда правда плюс например если мы говорим ко мне после консультации ортодонта пришел пациент мне надо понимать зачем ортодонт вообще его ко мне направил мне очень важно как заполнил карту коллега передо мной что он там написал точно так же как например пациент пропал на два года уехал куда-то пошел подумать всякое бывает администратор которому он потом звонит или сотрудник колл-центра вы открыли мы открыли карту а там все четко написано что в следующий визит планируется вот это на это нужно оставить столько-то времени рекомендованы консультации таких-то специалистов доктор понимает что да действительно карту надо вести чтобы этот пациент ко мне вернулся чтобы мой коллега понимал почему я там направил к нему или почему там мне важно мнение еще одного специалиста поэтому я бы шла вот через вот эти ценности да возможно кого-то и для кого-то не цифры главный нюанс но работа должна быть комплексной причем например такой специалист как я он не должен работать и присутствовать в клинике все время некоторые процессы можно наладить не у всех проседает все одинаково есть конкретные боли у каждого человека у кого-то больше с персоналом у кого-то вообще непонятно как пишутся карты а это важно важно на юридическом этапе так скажем в конфликтных ситуациях очень важно потому что сейчас пациенты часто просят справки выписки и дубликат дубликат и карт кто когда в какие сроки и дает это важно какая информация там содержится и насколько она безопасна для доктора и клиники насколько она комфортна и соответствует тому что мы делали это важно но очень важно бы разговаривать с врачами на языке врачей вот потому что вот когда приходят люди которые не имеют медицинского образования и не понимают что мы все-таки работа с пациентами то есть они преследуют ну типа как бы свои цели и задачи да там который поставил руководитель управленческий да ну какие-то управленческие да то есть и врач не понимает почему должен должен выделять время своего приема там и делать что-то что увеличит получается доход руководителю клиники на то есть мне еще допытная работа которая никак не влияет на мою медицинскую часть просто какие-то лишние на теголом нет типа да вот то есть очень важно вот в фото протокол разобрали что я считаю что как бы с фото протокола и начинается как бы одна из первых ступеней в целом развития профессионализма врача вот когда ты пришел дома посмотрел что ты сделал до после спокойной обстановке да ты анализируешь потому что пока ты не видишь вот итоги своей работы там ты можешь к ним возвращаться через какое-то время и посмотреть что можно улучшить то есть фото протокол это как бы определенная база такой вопрос что не все руководители как бы это понимает на самом деле что на это тоже нужно время да то есть или там вот мне многие врачи пишут что вот мы хотим делать фото протокол приходим к руководителю вот нам типа нужен в клинику ну хороший как вы там объектив хороший фотоаппарат руководитель горит ну типа мне это не надо типа для чего мы это будем тратить на это деньги если вот все работает все работает то здесь ведь здесь как бы порой же сторон нет то здесь же тоже надо понимаете здесь надо разговаривать на языке руководителя кругу эти доктора напишут мне я напишу им пять коротких причин почему руководителю надо обязательно купить фото аппаратуру и сделать так чтобы фото протокол в клинике велся конечно но это так можно разговаривать абсолютно про каждый шаг фото протокол сама презентация тоже иногда даже очень опытные доктора консультацию ведут так что можно улучшить и например мы в определенный момент внедряли прям и это шло тяжело сама презентация доктора которая занимает там буквально 7 10 15 секунд но доктор обязательно представляется и говорит какую-то важную информацию о себе это тоже так выглядело для докторов сначала очень некомфортно что они должны кому-то что-то себе рассказывать он же уже пришел он же уже сидит в кресле этот пациент зачем ему буду рассказывать там и своих не то что даже регалиях а именно о том что мы сегодня будем делать как почему вы попали именно ко мне чем я так хорош точно так же как и в целом консультация то есть мы одно время прям проводили запись консультаций у меня было несколько специалистов кто постоянно на телефон записывал консультацию свою и переслушивал потому что точно так же когда мы например отправляем докторов когда мы понимаем с вами что было бы мы как руководители понимаем что было бы круто улучшить ну вот коммуникабельные коммуникативные способности отправляем на учебу доктор сходил послушал ничего не поменялось и здесь тоже очень важно понимать что даже когда человеку дали определенные фразы хорошие фразы которые он может использовать на приеме у себя на консультации ему эти фразы должны лечь на язык он их должен несколько раз с кем-то проговорить с кем-то отработать чтобы они как бы ну вот внедрились в этот алгоритм в цепочку консультации чтобы это стало естественным для доктора потому что чаще всего даже то вот что у нас сегодня в диалоге и звучит как там управленцу пугает что там не получится вот это доктора пугает что не получится вон то здесь на самом деле да получается приходите вы да и рассказываете здесь на языке врача перевожу на врачебный язык и на язык руководителя я это вижу именно так это не ревизора я не хожу и не выискивают недостатки я улучшаю то что можно улучшить круто я благодарю вас за такое большое количество информации которые мы сегодня поделились с нашими зрителями мы ставим в описании под видео ваши контакты да хорошо возможно вы подготовить какой-то чек-лист там по контролю качества то есть на какие аспекты какие параметры нужно обращать внимание да то есть схематично как бы кому эта тема реально интересно я думаю что ну как бы если мы говорим про медицину то контроль качества он где-то должен быть вот примерно где-то рядом быть вот поэтому друзья ссылочки все будут в описании на на соцсети екатерина и на чек-лист какой-нибудь возможно это видео вы сделаете будет здорово мне кажется вот я благодарю вас за информацию за ваше время и благодарю вас за просмотр ставьте лайк если было полезно отправляйте своим руководителям клиник вот если хотите работать более качественно и более слаженно и эффективно и более комфортных условиях большое спасибо за просмотр и до встречи следующих видео